И начинаем, начинаем. Гранд финал. То, чего все ждали так долго, то что весь день сегодня смотрели игры, сами играли, радовались и огорчались от побед и поражений. Сейчас мы смотрим финал, гранд финал. Просто, просто гранд финал турнира МГУ. Представляете, как это звучит. Курсач подойдет против Мам Яна на Ти-4. Просто, великая сейчас игра будет. У Мам преимущество в одно очко и банят они Люкан и Эмбер. Они банят двух героев, которые затащили в прошлой ге. Они смотрели, они видели это. И они решили это забанить. И правильно сделали. И сразу же, сразу же пикают Абаддона Курсачи. Я думаю, это и опять будет связка Абаддона Кентавра. Они не будут выдумывать, не будут опять делать непонятную связку Абаддон и Дакси. А там Дазл. Почему-то мне кажется, что будет опять зеркалочек. Сейчас возьму Дазла, сейчас возьму Шаду Шамана и потом Миран. Хотя даже, наверное, могут вначале Мирану взять. Думают, думают. Типа, противники знают уже, и в строту. Могут забанить. А могут, они сейчас возьмут Вайпер, который сейчас очень популярен. Особенно у вас в Омске. Который может пойти на любой лайн. Может на Типлуй пойти, может на Митн и в Соло пойти. Куда хочешь. Богиня Скотеки думает. Я тут узнал, что эта команда вместе уже год играет. То есть они сыгранные. У них тимплей нормальный. Поэтому не зря они в Гранд Финал играют. Так, кстати, забыл все-таки спросить, какой юмамок ММР. Может кто-нибудь знает из зрителей? Как пацаны типа играют вообще? Сильная они как команда или у них сильные соло игроки? Это Нюкс. Нюкс, Нюкс, Нюкс. Тогда тоже, кстати, был Нюкс. Была Типла в Хардун, был Нюкс. Парни решили то, что... Вряд ли не забанят всех, кого можно пустить на Типлу. И взяли Нюкса. И сразу же берут Бристилбек. Они берут Кентавра, как хотели. Как они все забрали. Не знаю почему. Наверное, в этом есть какой-то смысл. Надеюсь, они опять не проснут. Тогда. Да, это Бо-3, но у Мамок преимущество в 1 очко. Смотрим, смотрим. Батриатр Байн. И Мамок 4 думает. Лайфстиллер, лайфстиллер. Почему лайфстиллер? Я не видел, чтобы кусачи играли с Лайфстиллером когда-нибудь вообще. Но, видимо, мешается. Он не мешается. Я здесь успел чуть перекусить, пока были в первых играх. То сидеть уже 7 часов было так не очень приятно. Так, это бан Дума и бан УД. И сразу пикается Инвокер. Инвокер в той игре сыграл хорошо. Он быстро выфрэмил и здесь Шторм спит. Так, ну Инвокер в той игре хорошо выфрэмил. Он свои айт поднял. Но, но, но. Асуна Фор на Шторм спит играет отлично. Это его топовый герой. Он довольно интересный билд у него. Так что... Посмотрим, посмотрим. Там Дексир пикает. То есть это будет, скорее всего, нюкс. Нюкс-саппорт и Дексир пойдет в рарт. А или, может быть, Дексир пойдет в Изи против Бистолбека стоять. Что тоже возможно. У них есть мобильность. У них есть два потенциальных хедлайнера. Все зависит от последнего пика. Кусарщ подождет. Не надо пикнуть саппорта, по идее. Не надо пикнуть саппорта. Это будут, скорее всего, опять даблы. Бистолбек с абадоном, скорее всего, пойдет на топ. И на какие-то даблы. Будем смотреть, что выберут. Ну, мне тот пик больше нравился. Он был как-то предрасположен на какой-то пуш небольшой. На какие-то драки массовые. А здесь... Ну, не считая Бистолбека, это такое-то. Больше выцеплять штамм, это... Залететь за гангой, кого-нибудь убить. А абадон, это чисто посейвить. Ни замедления, ни станов нет у него. Ну, не считая пассивки, которые никто не включает. Им нужен такой саппорт, который будет полезен. Возможно, опять же, возьму ЦМку. ЦМка Бистолбеку залетает, как мама Нингаю, и она дает ему ауру. А Бистолбек с этой аурой просто... Иглы просто втыкает во всех вообще. Во всех челли тыкает противнику иглы. Но опять же, очень долго думает. Да, ЦМка Бистолбеку. Как я и говорил, это будет ЦМка. И теперь идет последняя стадия банов. Последняя стадия банов. Кого надо забанить мама? Мамам надо забанить еще одного героя, который пойдет фармить. И кого они возьмут фармить? Кто может спокойно выстоять, даже если там пойдет Типла? Возможно, это будет Джекер. Найкс они уже забанили, который мог выстоять. Возможно, это будет Джекер. Потому что Кусач подождет, с Джекером играл. Они знают, как это герой. Или же это будет Скелетон, который тоже знает. Но там есть Инвокер, так что я не думаю. Инвокер и Нюхст. Два героя, против которых Скелетон лучше не брать. Так что я думаю, надо им, наверное, забанить Джекера. Кентавра. Они банят Кентавра. Странный пик, потому что там у них не было бы ни одного нормального кея. Но боятся, боятся они связки об одном Кентавра. Очень боятся. И последний бан здесь. Здесь тоже надо забаранить, так скажем, керри. Я бы забанил Луну, да. Луну они ебанят. Луну они ебанят. Луна очень хорошо подходит под пик. У него есть для сейвы, есть массы ульты. И... Хорошо. Я, конечно, не мог взять какой-нибудь СФ-а. И вообще веселиться. С СФ-ом-то. Терсер стягивает туда них с подков, там, Инвокер, и СФ ультует. Ну... Дрим. Дрим Дота, как говорят. 10 секунд осталось. Надо думать. Походу они реально хотели взять Луну, раз так долго думает. Сейчас будет Резерв Тайм. 40 секунд, у них еще есть время. Кого же им взять? Кого же им взять? Алхимика? Вертолеты? Выбор есть. Выбор... Можно даже Вайда взять, как мы видели уже несколько раз здесь. Боит игрок. Ну, думаю, думаю. 20 секунд осталось. Оставалось не так много. Так. 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 Вайпер. Все-таки решили взять Вайпера. Любит этого героя у вас в Омске. Вообще любит этого героя. Я его на профессиональном доте не так часто встречал. Вообще не часто, я бы даже сказал, встречал. Все-таки такой ситуативный герой. Но снова набирает популярность. Там в чате волнуются парни, хотят пива. Джаггер. Да. Я же говорил, что это будет, скорее всего, Джаггер. Я прям прочитал пик. Кусачей. Хотят пива. Потому что после 10 дней продают. Я говорю, поезжайте в Казахстан. У нас продается хоть после скольки. Алкоголь. Гэл хэв фан. Напишем гэл хэв фан командам. Все-таки это финал. Пацаны долго готовились. Долго шли к этому. И пауза. Куда же без паузы? Пока посмотрим, кто на ком играет. Богиня дискотеки играет на Вайпере. Сэнди играет на Никсе. Хардес играет на Дерси. Тигр Рычаще. Опять, как я говорил, это не самый любимый Ник. Из двумя их. Он играет на Дазли. И Слип играет на Инвуке. Смотрим так. Асунафор играет на Штон Спирити. Эм Сан Йокет. Играет на ЦМ. Кедрим играет на Джакернаутик. Кстати, Трипла... Ой, Дабла на Хард пойдет немножко другая, чем я думал. Пойдет с Эм Кеджакером. А... И с Абадоном. О, Трипла решили сейчас-таки пойти. А нет, нет, нет. Просто ворди шокодали. И Дабла идет с Силбеком и с Абадоном. Я не знаю, почему так решили. Наверное, подумали, что мамки пойдут Триплой на Хард. И правильно они сделали. Потому что мамки реально идут Триплой на Хард. И они для этого пикнули Вайпера. Чтобы... Гнобить. Чтобы гнобить. Но теперь там будет не так легко. Там будет щит. Там будет сложно убить. Формительник, конечно, не особо будет. Но убить будет сложно. А вот... Тарсир... Тарсир, в принципе, тоже спокойно себя будет чувствовать. Могут его убить. Только если Тарсир затупит. Если он слишком рано... Сёрдж повязает. И ЦМ-ка в колбу поставит. Только так. Смотрим, что на Смидере. Вижу. Видим, что Шторма. Запулили двумя танками. А Инвокера тоже двумя танками запулили. Но он ещё и купил себе на Талисман. Но... Всё равно... У Шторма чуть побольше дамага. Только если Инвокер не покачает себе Экзортик. Но он, скорее всего, будет через Экзортик. Потому что он тогда играл через Экзортик. Помогал команде с Санстрайками. Купил себе Миндас. Купил себе Тревла. И игра закончилась за 12 минут. И начинается. Встретились Крипы на Миду. Оба пропустили одного Крипа. Оба отыграли неплохо. Смотрим на Топе. Так. Нюкс ушёл вставить в рты. Убедил реген. Типа, Инвокер можешь бить. Можешь, типа, там, стараться. Если чё, реген есть. Снизу. Траксир. Получают почти второе. Чего боятся... Эти два парня, я не знаю. Ничего-то боятся. Поздно. Поздно уже. Уже ничего не сделают. Уже есть Сурдж. Уже весело. На Топе. Смотрим на Топе. Вегас уже получил ХП. Потратил всю ману. Подкидывался. С третьими. Спрейм своим. Иголочками. Ну, сейчас все стики возьмут. Сейчас будут почти всегда фловы. Убить. Двоём они, я думаю, что они кого-то убьют. Я вообще сейчас не особо понимаю. Высо делать такую даблу, которую не может убить. Который терпит. Поставьте сюда одного выстилбека. Он также тебя за терпит. Только получит более высокий левел. Ну, убьют его. Могут убить, конечно. Но их и двоих могут убить. В принципе, если повезёт. Снизу. Довольно-таки будет... Нормально. Ну, нормально. Должно выставить, по идее. Прекращает хотя бы на раз хилочку. Будет ставить хилочку. ЦМК будет давать по Томару. Сейчас на третьем рейруле. И... Егор забирает у нас реген. Забирает реген. Почему-то оставили. Я, честно говоря, не очень понял, почему у них состоял реген. Если известно, то, что инвокер не будет ни боттл брать, ничего. То, что он даже рунский всё чекать, вряд ли будет. На этом левеле. Надо ему забирать было. Но... Почему-то не захотел. Может, инвокер попросил оставить? Типа, доставь, я потом заберу. Но, как видим, егор быстрее забрал. Смотрим у Дазла. Дазл что-то завтыкал. У него мало хп осталось. Походу дрался он здесь с кем-то. Скайпами, наверное, дрался его с этими вот. Стрелями. Ну, и там сплетчик. Залетел. Пока тихо на карте. Посмотрим, что снизу ДД есть. Руна видит это. Сейчас Егор, наверное, будет стараться всю свою ману использовать. Похарасить. И пойдёт за ДД. Так, снизу. Снизу можно цепануть Торсири. Главное, колбу дать после того, как он сушь повязал. Тогда он... Как бы сказать... Не успеет просто убежать. И Бум будет Габрэл. Ну, смотрим. Вайпер фармит. Торсир фармит. Инвокер фармит. Ну, в принципе, там примерно равная стата на миду. Да, 13-1, 13-3. Но... Видим то, что Бистлбэк опять. Один... Один крип у него. И всё. Он ничего не делает. Снизу здесь тоже 5 крипов. Довольно странное решение, честно. Очень странное. Так. Здесь ганг. Ганг-ганг на Штурман. Штурм очень чувствительный гангом до 6-го левела. Его довольно легко убить. Здесь маякует, типа, иди за вышку. Иди за вышку. Не выходи. Саппорты ушли. Саппорты правильно решили сделать, они хотели запушить. Сделать килл, сделать ФБ. На Штурме ФБ это самая приятная вещь, которую только можно сделать в такой игре. У нас народу побольше с РБ смотрит, запись идёт. Всё отлично, правда, ничего не происходит. Вот. До Сюржа, до Сюржа опять. Неправильно. Надо вначале давать Крисолнову. Подбегает Джекерна, начинает крутиться. То сразу из-за Сюрж. Ну, скорее всего, так сделали, чтобы дамаг не получить. И в этот момент кидается Клоп. По-другому ты его просто не убьёшь. Ну, пацаны не сильно опытные, я знаю, там, такой. Не очень опытный, в общем. Ну, до финала дошли, так что, видимо, лучше, чем остальные. Тоже неплохо откатывает. Но они тренировались просто вместе. Я играл с ними в раке немножко. Помогал там, когда не было кого-то. Ну, миксом выиграть команду, которая играет Код, достаточно сложно. Тем более команда опытная, команда по скилу хорошая, потому что я смотрю то, что все линии не проседает. Все линии хорошо себя чувствуют. То есть нет какого-то слабого звена. Я не знаю, как саппорта, но, по крайней мере, у ключевых героев нету слабого звена. Ну, на ключевых героев слабо не играют, так скажем. Вайпер будет выходить в нас в Меку. Тоже правильное решение. Здесь пока, ну, хотя я не знаю, кстати, насчет правильного. Может быть, стоило и Токсиру выходить в Меку. Все-таки там Пайп не нужен здесь. Здесь нужна Мека, здесь нужна Кираса, потому что будет Спрейки давать свои физдамогой. Ну, решили почему-то Вайпер это сделать. Да, вот он покупает Хедреску, покупает Баклер. А Егор отправляется домой путешествовать, потому что его здесь накосыли. Инвокер у нас не через Экзорт, он не сыграл, как в прошлой игру. Наверное, посмотрел, посмотрел то, что цепануть тяжело на топе. Снизу тоже никого не цепануть, помощь не нужна особо. Поэтому, типа, давайте я лучше буду такой Гангучий Инвокер, который буду потом помогать приходить, просто там давать Кулснэп, давать Ману, и чтобы Джаггер в итоге не смог свою ульту дать, чтобы и остальные, типа, ну, игроки очень манозависимые. Что без ЛБХ, что Шторм, что он вообще без Маны, он ничего не может сделать. Так что, довольно правильное решение. Смотрим на топе у нас руна Инвиза. Руна Инвиза. Инвокер не будет контролить, и мои эти руны не должны. Он будет и фрамить, и фрамить. Он решил поубивать, чуть-чуть покоцать. И выходит. Смотрим. Нюкс. Нюкс бьет себе Инвиз, и здесь нет вардов. На этом Вижен нет вардов. То есть, все здесь свободно. Нюкс может в любую точку пойти, и никто не знает об этом. Ну, топе здесь немножко покоцали Вегаса. Но бить его сложно, конечно, когда там Абадон. Но Абадон окончается манной. У него будет щиток, но это все. В принципе, можно попытаться. Снизу смотрим седьмой левел. Как я и говорил в прошлых играх, то, что молодец, не качает ульту. Все качали ульту, когда это было бессмысленно. Мне не дерутся массово, им не нужна эта ульта. Им лучше покачать вакуум хотя бы на разок, чтобы как-то стягивать, как-то помогать. Видно, под парень опыт, я не знаю, как хедлайн стоять. Я сам хедлайнер, поэтому я говорю. Так, смотрим. По крипстату просто три игрока мамок в топе. Топовый это Вайпер. Мы уже видим, наверное, четвертую игру подряд, где Вайпер у нас на топе. Стоит в тепле. И всегда Вайпер выиграл. Не было еще ни одной игры, где Вайпер не перефармлил. Ну, это понятно. Это такой герой, у которого много дамага, которого сложно убить. И смотрим. Инвокер тоже. Я вот думаю то, что Егор вообще очень хороший мидер. Я думаю, многие его знают. Я думал то, что он как-то будет, ну, не то, что перефармливать, но хотя бы чуть-чуть, ну, хотя бы на уровне быть. Но он остает просто на 11 крипов. Еще и до битых там хватает. Видимо, волнуется. Видимо, знает то, что команда сильная. Такое бывает. Такое бывает. Дарсир. Дарсир выходит у нас по штам. Я думаю, он сам еще не решил. Потому что ему выходить, по эпохе, было здесь бессмысленно. Возможно, будет такой там Шива или какой-нибудь там Даггер, чтобы залетать, там, стягивать и вставить ульт. Будем думать. Будем смотреть, будем смотреть. Джаггер почему-то до сих пор так и не прокачал себе реген. Я вообще не понимаю, если честно, какого хрена он это делает. Видимо, по одному гайду как пошел, так и идет. Поставил бы он себе реген, спокойно мог стоять даже под этим щитком. Под этим щитком. Формить. Он же видит то, что он не ганг. Так, 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 на топе, на топе здесь драка пошла. Ой-ой-ой-ой, Вегас делает, на Вегасе делает ФРБ. Они, правда, чуть не убили Тигра. Они чуть не убили Сэнди. Ну, получилось, там Шторм пришел гангать. Я пока обсуждал. Это будет минус по Газавру сейчас. Минус по Газавру, да. А суднофор, наверное, мне кажется, все-таки уйдет отсюда. Да, уходит. То есть это 2 в 0. При том, что Шторм пришел помогать. Прибежал Дарсир. Дарсир с тебя собрал ухуд. Все-таки он решил то, что Пайп полезен будет. Не знаю, не знаю. Не считаю, что это полезен в этой игре Пайп. Но ему виднее. Ему виднее. Так, а Миндвойкер собирается через Рашито. Очень правильно делает, потому что Шторм. Против Шторма шит это чуть ли не первое там. Тем более, что Шторма не очень хорошо дела идут. У него БКБ не будет скоро, да. Он не будет собирать параметом БКБ. Зато оставили же гранату пофрамить. У него 21 крип. Мало-мало. Очень мало. Смотрим графики. У нас больше 4000 преимуществ в 10-й минуте. Это, учитывая только то, что 2 кила было. То есть до 2 кило было 3000 преимущества. Это огромный пиафарм. И по опыту также больше 4000. Получают, что все лайны выиграли. Выигранные лайны. Учитывая, что какой у них пик, я думаю, они и выиграют эту игру. Хотя я и болею за грузачей, потому что это мой знакомый играет. Но что-то у них именно против мамок не клеится. Может быть, мамки давят своим авторитетам, что они не сильная команда. Не знаю, не знаю. Будем смотреть. Здесь чуть подпушивается топ-лайн. Наверное, хотят вышку забрать. А, здесь пришел инбокер. Ну, конечно. Все, просто остаются без мамы. Одно и МП, маны больше нету команды. Я думаю, запилиз он кристаллбека. У него скорость побольше. Да, еще 1000. И все. Делали минус 1, и абадон просто на тп ушел. Успел. Сейчас забирают тавр. Это еще больше 1000 преимущества. Тем временем убили торсира. Пришел шторм. Не потратили ульт, кстати. Помни, слышь. Здесь. Тоже попытаются подпушить, но они не смогут забрать. Хотя бы если не поставить свой вахт. Но он не хочет ставить вахт. Он начинает, что это не надо. В общем, она жалеет зачем-то. Не знаю зачем. Молодцы. Пошел. Как-то очень странно сейчас был скачок. Тут у нас 12 человек смотрел, а тут теперь 28. Так, ну, бежать за ними не стоит. Там ни сём не слышишь еще. Да, просто поставили колбу. А здесь все 5, все 5 человек тп сделали. Ой-ой-ой. Не буду забирать тавр. В это время бы Солбек чуть подфрамит. Но он не будет полезным, это уже понятно. Потому что он здесь ничего не сделает. Он успеет ничего нафрамить. Вся надежда только на шторма и на Джаггера. Джаггер выходит в барабаны. АЦМка купила себе танквилы. И будет попытаться чуть-чуть жирнее стать. Тавр отдают. Просто заходит вайпер за тавр. У него есть меку. Все хорошо у него. 59 крипов. Не умирал. Все прекрасно. Инвокер почти. Да, дофрамил второй обливин став. Осталось всего лишь там. 750, да, галкали? 850, не помню. Утраксирует. Утраксирует худ. У него худ. Не знаю зачем. Вот, просто. Одно ЭМП, нету ману 3. Сейчас Джаггер, конечно, даст ульт. Неплохой ульт. Но там крест, мека, хил. Минус 1. Да, не, никого не убили. Как-то так. А, вахт, вахт, вахт. Света хилял. Зато Егор там. Минус 2 залетает. Делает. Сейчас, может быть, даже это будет минус 3. Просто с руки. Там с ДД. Егор с ДД. Неплохо нарезает. Тут просто минус 4 от Егора. По Т2 от Егора минус 4. Наверное, просто, я не знаю, это как на характере вытащил. Тащит пацан. Тащит пацан за своих. За свою команду. Показывает то, что надо бояться, надо как-то играть, надо что-то делать. Сделать минус 4. У него сразу появляется, можно сказать, один обливин став. Куя же нету, ничего нету, ничего нету обливин став. Ну, не так много, но потому что он убивал обычных. Там Даззл получил за штрома 549 золота. Даззл теперь богатая, сучка. Так, но в это время пока фармит приспилбэк. Он 7 левел, у него 17 кипов. Это очень много. Для него нюкс был, покупая себе моно-ботинки. Посмотрим, перевернулось ли хоть как-то после этой драки по золоту. По золоту мы видим, вообще не перевернулось, а вот по хп парни на 1000 хотя бы на выиграют. Сейчас будет забираться тавра миду. После этого тавра парочки кипов у инмокера уже будет арчит. Теперь штаб уже не сможет так залетать, делать минус 4. И вот арчит, появился арчит, все. Теперь в цармо будет тяжело остыть, очень тяжело. Как-то странно. Закупился джаггер, вначале решил барабан собрать, потом собрал ПТ. И в итоге что-то короче такое получилось. Половина на половину. Сейчас ему собьется и из роб... Нет, не собрался, из роба собьется ПТ и он будет плакать. Так, смотрим нетворс, посмотрим нетворс. 6500 вайпер, у нас который уже играл вайпер, просто топовый нетворс. Отлично стаивает на своем лайне, отлично все у него... Дальше идет, не умирает, но не раз умер. Это такое. Собирает себе в аганим, уже половина аганима у него есть, осталось чуть-чуть и будет аганим. За ним сразу следует инвокер, у инвокера, как мы видели уже радиан, ой, рчит, а потом идет Дарсир. Дарсиро пайп, опять же, я не знаю. Боятся то, что СМК будет улететь, но СМК не будет качать ульт, у него и просто мана не хватит. Тем более там есть люкс, который включится на Некарапас и такое. Все, дается просто ЕМП, все отходят с СМК, 0 ман. Какой вот Е ульт? Она не успеет его даже нажать. Типа такой присылбек залетает, но если они сейчас развернутся, они просто его убьют. И все. Джаггер ультит, да. Должен хотя бы минус сдавать, нет, минуса нету. Хил, все есть, минус 3, минус 4. Это ГГ. Это ГГ, Егор пишет ГГ, Егор не любит играть Даталова. И мамки, 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 получается, выигрывают этот турнир. Выигрывают турнир, они становятся победителем гран-финала, а КП занимает второе место. В общем, на сегодня все. Турнир закончен, он шел довольно долго. Вначале были онлайн-отборчные, потом лан-финалы. И мамки, мамки заслуженно отлично отыграли за 16 минут, выиграли просто финал. Прекрасная игра, конечно, жалко Крусач. Жалко.